Премудрость, глава 12. Премудрость, глава 12. И невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз. Но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодные, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки. Ибо семья их была проклятая от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал? Или кто противостанет суду твоему? И кто обвинит тебя в погублении народов, которые ты сотворил? Или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Не царь, не властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая не свойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Но обладая силой, ты судишь нисходительно и управляешь нами с великой милостью. Ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты получал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушался нам твоим благую надежду, что ты даешь время покаянию во грехах. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадой, давая им время и побуждение освободить себя от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований? Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями. Ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь, и подобно неразумным детям, и посчитая за богов тех из животных, которые у врагов были презренными. Посему, как неразумным детям в посмеяние послал ты им и наказание. Но не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Ибо что они сами терпели с досадою, тоже увидев на тех, которых считали богами, и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение. Премудрость, глава 13. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а посчитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, приняясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если, удивляясь силе и действуя их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты и созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все, видимое, прекрасно, но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото, серебро, изделия художества, изображение животных или негодный камень, дело давней руки, или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, искусственно снял с него всю кору и обделал красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое, сучковатое, взял, старательно округлил его на достуге и с опытностью знатока обделав его, уподобил его образу человека, или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком, и покрыл краской поверхность его, и закрасил в нем всякий недостаток, и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. Итак, что произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно себе само помочь не может, ибо это кумир, и имеет нужду в помощи. Молясь же перед ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить бездушному, и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умаляет совершенно неспособное, о путешествии немогущее ступить, о прибытке, о ремеслее, о успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Премудрость, глава 14. Еще, иной, собираясь плыть, и приплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее, носящего его корабля, ибо стремление к приобретениям выдумало он и, а художник искусно устроил. Но промысл твой, отец, управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах, показывая, что ты можешь от всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства. Ты хочешь, чтобы несчетным были дела твоей премудрости, поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по волнам на ладе. Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная твоей рукой, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Благословенно дерево, через которое бывает правда. А это рукотворенное, проклято, и само, и сделавшее его, за то, что сделал, а это тленное названо Богом, ибо равна ненавистный Богу, и нечестивец и нечестие его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их вначале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Отец, стерзающийся горькой скорби о рано умершем сыне, сделал изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как Бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем этот нечестивый обычай, соблюдаем был, как закон. И по повелениям властителя из вояния почитаемы было, как божество, кого в лицо люди не могли почитать, по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали, делали, видимо, и образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания от незнающих поощрял очищание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее, а народ, увлеченный красотой и отделкой, незадлаго перед тем почитаемого как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром. Совершая или детоубийственные жертвы, или скрытые тайны, или заимствованные от чужих обычаев неистовое пиршество, они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает. Всеми же безразличие обладает кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бещение браков, прелюбодеяние и распутство, служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла. Ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву, надеясь на бездушных идол, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся, но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое, ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных. Премудрость, глава 15. Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив, и управляешь всем милостиво. Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны твоими. Знать тебя есть полная праведность, и признавать власть твою корень бессмертия. Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, небесплодный труд художников, изображение, испещренное различными красками, взгляд на которое возбужает в безумных похотениях и вожделения к бездушному виду мертвого образа. И делающее, и походствующее, и чествующее суть любителей зла, достойное таких надежд. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. Все одинаково. Но какое каждого из них употребление, судья тот же, горшечник. И суетный труженик из той же глины лепит суетного бога. Тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и зыщется с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много потрудиться, и не о том, что жизнь его кратка. Но он соревнует художником золотых и серебряных изделий, и подражает медникам, и вменяет себе в славу, что делает мерзости. Сердце его пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презрение и грязи. Ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу, и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу забавою, и житие прибыльной торговлей, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы из зла. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренное сосудоизвояние. Самые же неразумные всех и беднее умом самых младенцев враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни назрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для сизания, и которых ноги не годны для хождения. Хотя человек сделал их и заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам. Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвые, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда. Притом, они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех, они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия и благословения его. Премудрость, глава 15, 16. Посему они достойны были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Вместо такого наказания ты благодетельствовал народу твоему удовлетворению прихоти их, ты приготовил им в насыщение необычайную пищу, перепелов, дабы те, мучимые голодом по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позыву на пищу, а эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычайной пищи. Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их. И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжился до конца. Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминания о заповеди закона твоего. Ибо обращающийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех. И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла. Ибо их убивали уязвления саранчи и мух, и не нашлось врачества для души их, потому что они достойны были мучения от сих. А сынов твоих не одолели и зубы ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцелила их. Хотя они были уязвлены в напоминании им слов твоих, но скоро были исцеляемы, дабы впав в глубокое забвение он их не лишились твоего благодеяния. Не трава и не пластырь уврачевали их, но твое Господи все исцеляющее слово. Ты имеешь власть жизни и смерти и не сводишь до врат ада и возводишь. Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души, а твоей руке невозможно избежать. Ибо нечестивые отрекшися познать тебя, наказанный силой мышцы твоей, быв преследуемой необыкновенными дождями, градами и неотвратимыми бурями, истребляемой огнем. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающее, ибо самый мир есть поборник за праведных. Иногда пламя укращалось, чтобы не жесть животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуется судом Божиим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведения земли неправедной. Вместо того народ твой ты питал пищей ангельской и послал им нетрудящимся с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого. Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям и удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов. Но тот же огонь, дабы напитались праведные, терял свою силу. Ибо тварь, служа тебе творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим в тебя. Посему и тогда она, изменяясь во все, повиновалась твоей благодати, питающей всех, пожелания нуждающихся. Дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово твое сохраняет верующих в тебя. Ибо неповреждаемое огнем, будучи согреваемо слабым солнечным лучом, тотчас растаивало, дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарением тебе и обращаться к тебе на восток света, ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода. Премудрость глава семнадцатая Велики непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение, ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла, думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили в смущение, являлись свирепое чудовище со страшными лицами, и никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии было светить этой мрачной ночи, являлись тем только сами собой горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимо еще худшим, пали обольщение волшебного искусства, и хвастовство мудростью подверглось по смеянию, ибо обещавшиеся отогнать от страдающей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью, и хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестия боязливым и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы, страх есть не что иное, как решение помощи от рассудка, чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения, и они в эту истину невыносимы из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожены страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кого тогда кто был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков. Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне, всякий был застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе. Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы, свищащий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск ломающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепеших зверей, или отдающиеся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещен ясным светом, и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их, но сами для себя они были тягостней тьмы. Премудрость глава 18 А для святых твоих был величайший свет, и те, слыша голос их, а образы не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали, а за то, что быв прежде обижаемые им и не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их, вместо того ты дал ему указателем на незнакомом пути огнесветлый столб, а для благополучного странствования безвредное солнце. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. Когда определили они избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, в наказание за то, ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде. Та ночь была провозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. А народ твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов. Ибо чем ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых ты призвал. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношение и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. С противной же стороны отдавался нестройный крик врагов и разносился жалобный вопль над оплакиваемыми детьми. Одинаковым судом был наказан раб с господином и простолюдин терпел одно и то же с царем. Все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковую смертью, и живых не доставало для погребения, так как в одно мгновение погублено было все драгоценнейшее их поколение. И не веровавшие ничему ради чародейств при погублении первенств признали, что этот народ есть Сын Божий. Ибо когда все окружало тихо безмолви, и ночь в своем течении достигла середины, сошлось небо от царственного престола на середину погибельной земли, всемогущее слово твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и став, наполнило все смертью, оно касалось неба и ходило по земле. Тогда вдруг сильно встревожили их мечты и сновидений, и наступили неожиданные ужасы, и будучи поражаем один там, другой тут, полумертвый, объявлял причину, по которой он умирал. Ибо, встревожившие их сновидения, предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев. Ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитвы и умилостивления кадильные. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показал тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силой телесной и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспомянув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые один на других, он встал в середине остановил гнев и пресек ему путь к живым. На падере его был целый мир, и славные имена отцов были выразены на камнях в четыре ряда, и величие твое на диадеме головы его. Этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольна была одного этого испытания гневного. Премудрость, глава девятнадцатая. влекла, которой они были достойны, и она навела забвение остучившимся, дабы они восполнили наказание, не достававшее к их мучениям, и дабы народ твой совершил славное путешествие, а они нашли себе необычайную смерть, ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелением, дабы сыны твои сохранялись невредимыми. Явилось облако осеняющее стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля из Черного моря, беспрепятственный путь, и с бурной пучины зеленая долина. Покрываемая твоей рукою, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись как кони и играли как агнсы, славя тебя, Господи избавителя их, ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо извергла множество жаб, а после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланиям, просили приятной пищи, ибо вытешение им налетели с моря перепелы, а грешных постигли наказание, не без знамений, бывших силой молнии, они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть, к чужеземцам, иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев, и мало этого, но еще будет суд на них, за то, что те враждебно принимали чужих, а эти с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами, посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый входа в его двери. Самые стихии изменились, как варфи звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя наоборот не вредило телам бродящих удобно разрушимых животных и не таял легко растаивающий снеговидный рот небесной пищи. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой и не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним.